Субтитры сделал DimaTorzok Или же мы вообще туда больше не вернемся Вот это мне очень интересно Если в этой серии мы как бы вернемся на землю Это будет прекрасно Ну, как по мне Глава седьмая Змеи Миндгарда Они плыли несколько часов сквозь ледяную пустошь Прежде чем корабль вышел в море, северное и темное Оль перестал тревожно всматриваться вдаль И даже Сагар слегка расслабил плечи А лед с кровожадной улыбкой точила лезвие топора Полностью погрузившись в свои мысли А ваннадия стояла чуть в стороне, молча, теребя подол платье Похоже, наш побег все-таки увенчался успехом Теперь вопрос в том, как быстро нас догонит Она задумчиво покачала голову и села на вычищенные доски палубы Надо поменять ей прикид, потому что это ужас какой-то Мне очень нравится, как она выглядит именно вот в таком образе Ну, конечно, прическа тут не влияет, но мне очень нравится вот этот наряд, прям очень Поэтому выбирала именно так вот Что дальше? Да, стоит определиться с направлением Ты не знаешь, куда мы плывем? Лучник слегка смущенно улыбнулся По то, что я плыву подальше от Тора как можно быстрее Лед отвлеклась от топора и хмыкнула Ну да, твоими стрелами против его молота много не навоюешь Логи сполз облюбованной им бочке А тут твой топор ему много что сделал Хочешь проверить, что он сделает тебе? Я вспыхнула О, вспыхнула Нравится мне, когда твои волосы вот этого вот цвета Он примирительно поднял ладони А Леод раздраженно хмыкнула и продолжила править топор Знаете, что хорошо? Тут Мьёльнир нас не достанет А с... С Китбланером мы можем отправиться куда угодно Ванаде заинтересованно повернула голову, прислушиваясь к разговору Куда угодно? Именно Глаза моргнуть не успеете, как уже будем у Мимера Погоди, будет лучше сначала попасть в Мидгард Он кинул короткий взгляд на девушку и слегка улыбнулся Но вернём нашу Валькирию домой Путь перемен Конечно, я хочу вернуться домой, но... Странное чувство, будто фильм обрывается на самом интересном месте Хочешь от меня избавиться? А как же ваши вопросы? Давайте второй, я не знаю Мимер и всё путешествие И... О, не волнуйся, Золотко Мы прекрасно справимся с этими своими силами Выходит, я помеха? Сагар прав, стоит тебя вернуть Понятно, всё понятно Разве так не выйдет дольше? Всё равно пробираться к Мимеру проще всего мимо Мидгарда Место там... Тихие последнее время Будет просто оставаться незамеченными Лёд подхватила свой топор и отошла к носу Дракара С явным намерением поупражняться Ванадис покачала головой и устроилась неподалёку Перебирая что-то в своей сумке Тогда я направлю скитбландер к Мидгарду Замечательно Скажи, а куда ты сложил провизию? Он махнул рукой в сторону корм... Кормы? Кормы? Не знаю Ага, ну, не буду тебя отвлекать Будь так любезен Локис, неукротимая решимостью, устремился к сумкам с провизией Девушка проводила его задумчивым взглядом Кажется, ему стало лучше за последний час Она подошла чуть ближе и замялась С одной стороны, он явно занят А с другой, я так много хочу спросить Локи поёжился и встретил её взгляд Золотко, что ты дырку во мне делаешь? Локи, почему... Ты прятался от Одина, ты хочешь вернуть меня в Мидгард Почему ты хочешь вернуть меня в Мидгард? Давайте вот так вот Не хочу Нет? Тогда почему ты не сказал ничего против? Локи задумчиво откинулся назад и смирил девушку оценивающим взглядом Оля рассказала, что в тебя летел Гунглер Летел Ты пережила это один раз, зачем дальше искушать судьбу? В Мидгарде Один тебя не тронет Думаешь? Абсолютно уверен, Золотко А что у тебя с Тором? Ну ладно, давайте Характерами не сошлись Лично я считаю, что шутка с волосами Сиф удалась И идея переодеть Тора во Фрею тоже была отличной Но зачем? Я думал, что об этом в Мидгарде помнят Ну слушай Одна же кто-то украл у Тора Мьёльнир Не я, понятное дело И, конечно, Тору это не понравилось Он так разозлился, что чуть не разнес пол Асгарда А мне стало интересно, кто украл Молот Да и под руку попадаться не хотелось В общем, пошел я прогуляться И встретил великана Трима Тогда еще властителя Йотунхейма Оказалось, он украл Молот, чтобы жениться на Фрея А как это связано вообще? Ну как? Так просто его бы Асы не послушали А вот тогда у Трима оказался Молот То услышать его стало намного проще Фрея, понятное дело, все равно не захотела выходить замуж Тор, конечно же, взбеленился Взял меня за грудки, трясти начал Чуть все зубы мне не вытряс Говорит Локи, ты во всем виноват И мне должен Поможешь мне Молот вернуть Да, у меня в голове все перемешалось Слова сказать не могу И тут Химдаль Доброго ему меда в рог Предлагает что-то, до чего я не додумался Только потому, что стук зубов мешал думать Улыбку Химдаля Души тогда была Да Так Притворить Фреей Тор аж меня выпустил Говорит Чтобы я, Тор, да в женском платье А Один ему, ты должен Молотом тебе Масгар, ты защищаешь Ну пришлось Тору лезть в платье Фрейной служанки Кошмар Я ему пояс подвязал Уши пробил, серьги вставил Губки подмазал Такая куколка вышла Только бороду нечем объяснить было Так что На него покрывало накинули Все платки слишком маленькими были Но я не мог Отпустить такое событие Увязался за ним К Триму Невесту отдавать Видела бы ты Как он кипел под покрывалом Без меня его бы точно раскусили Еще на пороге Судя по тому, как он тебя Недавно приложил Молотом Ваш план удался? Локи хмыкнул И груделиво задрал нос Как ты можешь во мне сомневаться Он не отвлекал всех от его Торчащей бороды Пока не пришла пора Обмениваться Приданным А потом он получил Молот И всех убил Холодок пробежал По позвоночнику у девушки Убил? Из-за такой ерунды? Ну Он был очень зол Не волнуйся, золот Который уже лучше держит себя в руках Локи потер Ребра И поморщился Локи довольно прищурился И закрыл заметно Опустившую сумку Это вся провизия Что у нас осталось? Не жадничаем Мы в море Тут уйма рыбы Ну и поймал бы себе рыбу Он фыркнул И устроился Поудобнее на палубе Зачем тебе вообще беспокоиться О припасах? Да, Мингорода их точно хватит А дальше это уже не твоя забота Да, ты прав Не вешай нос, золотка Жаль только, что на память обо мне Тебе останется лишь поцелуй О, ну да Девушка не удержалась От того, чтобы Не подразнить его в ответ Какой поцелуй? Что-то я не припоминаю О, Лив Можешь не притворяться Тебя выдают глаза Он гибко поднялся С досок палубы Потянулся И пошел досаждать Улю Он сейчас будет Каждый раз об этом напоминать Каждый раз Лед помахал рукой Привлекая внимание девушки Лив Не хочешь потренироваться? Великанша явно горела энтузиазмом С одной стороны Мне это в Мингороде не пригодится С другой Сейчас мне делать особо нечего Когда еще я смогу потренироваться С великаншей? Девушка согласно кивнула И подошла ближе Доставай меч Ночь у тебя парит трюков Если учиться То основам Великанша хмыкнула Но возражать не стала Тогда и доспех тоже надевай Я готова Лед обошла вокруг девушки И чему-то улыбнулась Посмотрим Она встала напротив Самое простое Попробуй найти открытое место И достать его И постарайся делать это так Чтобы я не достала тебя в ответ Звучит просто Слишком просто Лед стояла бы напротив Приподняв свой топор И чуть-чуть улыбаясь Буду бить По топору В бедро давайте Это должно быть безопасней Да, так и сделаю Плюс порядок Лив ударила наискосок Лед не пошевелилась А черт, я же ее поранить могу Лив не закончила удар Ее меч застыл в волоске От бедра лед Давай еще раз Постарайся Лив нахмурилась И ударила еще раз Теперь лед Парировала Меч взвизгнул Столкнувшись с топором Теперь Поднырну? Не знаю Лив сделал еще один шаг Лед слегка улыбнулась И еще сжат А ее сжатая в кулак рука Взметнулась вверх Цель из девушки В челюсти Не надо, пожалуйста Нам в челюсти Ну, как бы там С того самого Ладно Лив отскочил назад Это не честно Почему же? Тебе стоит запомнить Как это делается Смотри Великанша плавно И медленно повторила Прием Красиво двигается Смотреть на движение Смотреть на лед Ну, смотреть А разница-то какая Лед Движение Вместо того, чтобы Пытаться чему-то научиться Лив невольно Залюбовалась Фигуру Лиот А-а-а Я поняла Лиот нравится Ваше внимание Блин Надо было Первую выбирать Я видела ее В битве Но там она была Совершенно другой Более яростной А сейчас она буду танцует. Конечно, броня закрывала большую часть перекатывающихся мышц, но того, что все-таки было видно, хватало с головой. Девушке стоило большого труда не пялиться совсем уж откровенно. Впрочем, ее взгляд не остался незамеченным, судя по хитрому взгляду Лиот. Понятно. Вода за бортом сменила цвет и воздух потеплел. Уль передал управление скитбланнером Сагру и развалился на палубе, подставив лицо солнцу. Косяк блестящих рыбок проплыл совсем близко к поверхности воды. Лифф бесцельно шаталась по палубе. Ей было сложно признаться себе, что возвращение домой слегка пугает ее. Не имется. Лифф кивнула. Давай рыбку поймаем. Сагр хмыкнул. Зачем? Припасов у нас достаточно. Ну, сейчас чуть-чуть меньше, чем было. Он уже перевеселился. Чего? Перевесился через борт с лепешкой в руке. На такую прикормку никто не поведется. Локи не стал слушать и просто кинул лепешку в море. Лифф проводил ее взглядом. Да что опять с нами не так, а ну зачем ты переоделась? Что-то мне подсказывает, что лучше ее было просто съесть. А вот и я о том же. Там, где утонула лепешка, забурлила вода. Крупные пузыри поднимались один за другим и лопались, оставляя за собой запах серого водорода. Что это? Подводный вулкан? Локи слегка побледнел. Давайте обойдем его стороной. По правому борту будто взорвался гейзер. Тяжелые капли воды забарабанили по палубе и стоящим на ней. Скитбландер взлетел на волне и ухнул вниз. Ах, ее ноги оторвались от палубы. Я не знаю. Блин, конечно, конечно, конечно. Конечно, мачта наклонилась, но она все равно оставалась самой устойчивой. Лифт цепилась на нее так сильно, что у нее побелели костяшки пальцев. Скитбландер ухнул вниз на волне. Подложечка противно засосала, и девушка вцепилась еще крепче. Хотя и казалось, что это невозможно. Мне кажется, мы неправильный вариант выбрали. Надо было за палубу. Ну или нет. Древесина мачты под ее пальцами промялась. А это еще что за новости? Скитбландер отнесло в сторону. Волны успокоились, и Лифт увидела, что... О боже мой, это что такое? Огромная голова змеи заслонила с собой небо. Это змей? О боже мой, выглядят ужасно. На удивление разумный желтый глаз смотрел прямо на скитбландер. Из гигантской змеиной пасти высунулся непомерно длинный язык. Раздалось тихое шипение. Привет, Йори. Такой большой вырос. Хорошо кушаешь? Змей кивнул. А Йори? Это твой питомец? Локи с таким шокированным видом посмотрел на девушку, что ей даже стало... Стало бы стыдно, если бы все ее внимание не занимала огромная змея в небе. Но это его сын. В смысле, сын? Йорманганд. Мировой змей. В смысле, сын? Не поняла сейчас. Ладно, каменевшее лицо травника не выражало никаких эмоций. Лиф поежилась то ли от воды, пропитавшей броню, то ли от абсурдности ситуации. Ты шутишь? Нет. Чему ты так удивляешься, Валькирия? Разве в Мидгарде забыли, что у Локи есть четверо детей? Ээээ... Но я и не знала об этом. И что, все гигантские змеи? Нет, не все. Локи подошел ближе к борту и оперся на него. Йори, будь слабочкой, пропусти нас. Змей медленно моргнул. Обещал. Локи потер лоб. Про тролля? Змей недовольно фыркнул. Зловонное облако вырвалось из его пасти, и ошарашенная чайка шлепнулась на палубу. Нет, значит, а про Хюльдру? Слышал. Тогда проплутай короля, твое любимое. Йорманганду не понравилось это предложение. Он опустил голову чуть ниже и сощурил гигантский глаз. Укушу. Это глупо. Кто тебе тогда сказку расскажет? А, сказку? Интересно, долго они еще торговаться будут? Рассказать сказку? Давайте посмотрим видео, и я, в общем-то, вернусь. Не хочу тут стоять, пока Локи перебирает свой репертуар. Ее нервировала огромная нависающая голова Йорманганда, но Ли все же подошла ближе. Я знаю сказку, какую ты еще не слышал. Локи кинул на девушку благодарный взгляд. Змей заинтересованно повернул голову. Расскажи. Слушай внимательно. В одном далеком, предалеком мире жил, был маленький принц. Он жил на планете, кауне посреди звезд, что был чуть побольше его самого, и ему очень не хватало друга. Йорманган слушал очень внимательно. Он кажется таким человечным и не очень взрослым, сколько он сидит в этом море. Ли закончил свой рассказ. Змей довольно разъявил пасть. Хорошая сказка. Он кивнул и стал медленно опускаться на дно. Йори, постой. Что? Сделай мне одолжение, если ты вдруг увидишь Тора, задержи его. Хорошо. Хорошо. Он полностью скрылся под водой, и море вскоре успокоилось. Уль критически осмотрел скитбландер, плавающий за бортом в мешке и сумке, скривился и покачал головой. Что же ты не сказал, что тут будет Йормангант? Может, не хотел? Я не думал, что он такой большой вымахал. Того и, глядя в спираль, завьется. Ли увидела за бортом свою сумку с одеждой и разочарованно выдохнула. Она подцепила мечом лямку сумки и вытащила ее на палубу. Конечно, ее содержимое оказалось пропитано водой. Я все мокрая, и даже переодеться не во что. Я могу высушить, но соль с одежды никуда не денется. Соль? Ваналь сихидно прищурилась, провела руку по своему первозданному чистому платью, но ничего не сказала. Простудишься? Да неужели? Девушка чихнула. Ну что, подсобить себе с одежкой золотко? Обойдусь. У меня может кое-что найтись. Он протянул ей свою сумку. Спасибо. Откуда у него это просто? Ну ладно. Костюм охотника. Ну, в принципе, нормально. Тунника. Ну давайте уж, что там. Как так вышло, что у тебя ничего не намокло? Для тетивы важна сухость. Вот я и зачаровал свою сумку. Хитро. Он спору вытянул на борт остатки припасов и сосредоточился, отправляя скейтбландер дальше. О, земля. К вечеру на горизонте показался берег. Лиф наблюдал за его приближением с тихой, щемящей грустью. Скоро все закончится. Локи подошел к ней, а перся на борт. О чем задумалась? Да так. Давайте о земле. В какое именно место земли я попаду? Ну отсюда, если он прищурился. Думаю на север. Главное, чтобы не на северный полюс. А то совсем холодно будет. Он оттолкнулся руками от борта и улыбнулся. Готовься к высадке, Лиф. За редкими соснами, растущими из серого крупного песка в густых сумерках, перевалилась и мерцала стена из тумана. Ого. Так и должно быть? Нет, не должно. Лучник осторожно приблизился и протянул руку к стене. И что? Не пускает. Лиф почувствовал странный холодок. А в смысле? Она тоже подошла к стене и прикоснулась к ней. По ее руке пробежала волна холода. Девушка поморщилась и надавилась о ней. На ее татуировку будто попал луч света, но свечение быстро исчезло. Магия. Не пускает. Сделайте что-то. Почему? Почему? Что-то случилось с землей? И откуда тут стена? Луки немного побуравил стену взглядом и покачал головы. Ну, судя по виду, размеру и общему стилю. Один. Не один. Один. Очень не хочет, чтобы ты возвращалась в Мидгард. Я не понимаю, зачем ему это нужно? Сагар огорчен и покачал головы. Видимо, спросим у Мимера, золотка. Девушка почувствовала волну раздражения, смешанного с разочарованием. Мне нужно подумать. Лив шла вдоль берега, не особо задумываясь о том, куда именно она идет. Собственно, сочувственно трепетали иголками, но девушка не обращала на их шелест ни малейшего внимания. Похоже, мне придется начинать сначала. Она села на песок и посмотрела звездное небо. Я не хотела, чтобы приключение заканчивалось. Почему же мне теперь так горько? Какого фига? Она нервно сплела пальцы рукой и опустила на них голову. Сосны благоразумно промолчали. Ее встревожил шелест песка. Кто здесь? Шелест прекратился. Она смогла рассмотреть в сумеречных тенях фигуру Локи. Давайте. Зачем ты пришел? Ну как? Разве твою тоску, конечно. Я не хочу слушать сейчас твои истории. Как насчет песен? Он плюхнулся на песок рядом с девушкой и перевернулся на живот. Лев заметила подозрительно хитрую смешку на его лице, и это зародило в ней некоторую долю подозрений. Почему ты на самом деле пришел сюда? Локи подпер голову рукой и расползся в бесстыжие улыбки. У меня есть отличное средство от горестей и печалей. Я готов поделиться им с тобой. Дай угадаю. Мед? Не просто мед. Он бережно достал небольшую флягу. Узри же смертное. Божественный напиток из запасов самого Одина, хранителя миров. То есть очень хороший мед. Наилучший. Чего только не найдешь на скитбландере. Он протянул ей флягу. Ну давай. Надеюсь, это действительно мед, а не что-то неаппетитное. Локи возмущенно скинул брови. Ты что? Такая шутка смешна только первую тысячу раз. Лев скрутила пробку и с фляги пахло действительно божественно. Девушка сделала осторожный глоток. На языке расцвел букет из сладости и легкой горечи. Вкусно. Локи довольно кивнул и перевернулся на спину, закинув руки за голову. Переночую мы отправимся к Мимеру, как и собирались. Не грусти, Лев. Завтра будет новый день. Маленький костерок почти догорел, но вокруг не было темно. Стена, сплетенная из чара, давала достаточно света, чтобы превратить ночную тьму в густые сумерки. Лев не могла перестать на нее смотреть. Все спят, но кроме Сагра, почему я тоже не могу уснуть? Травник сидел спиной к костру и вглядывался в ночь, что затаилось между сосен. Резкий порыв ветра взъерошил волосы девушки и пронес с собой далекий звук рога. Оль подскочил и насторожно зазирался. Сагра, ты тоже это слышал? Да. Он резко поднялся. Просыпайтесь, дикая охота идет. Что еще за дикая охота? О, небо поменялось. Подсвеченные изнутри тучи затянули небо, скрывая звезды. Резко стало холоднее. Что это? Потом, сейчас надо уходить. Он встряхнул Локи. Вставай, чтоб тебя. Ты чего? Травник ткнул пальцем в небо. Ааа. Не уйдем. Я могу. Оль вздрогнул и посмотрел вверх. Поздно. О, ничего себе, как классно. Ой, это что за Тор? Ну, е-мое. Но я как знала, что Тор все равно будет преследовать нас. А и так и есть ведь, а. Ну, капец какой-то, а. Жесть. Ладно, что мы сегодня получили? Плюс один порядок, плюс одну перемену и плюс две славы. Ну, что ж, если вам понравилась эта серия, то ставьте большие пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, на мои соцсети. Комментируйте это видео, мне будет очень приятно. Ну, а с вами была ваша Маша. Встретимся в следующем видео. Ну, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok